Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о стокгольмском парфюмерном доме Байореда. Я это видео перезаписываю второй раз, потому что первый раз я записала, посмотрела и как-то мне кажется, как-то я не очень об этом доме отозвалась. Нет, не то что плохо, положительные оба будут видео, но решила по-другому записать. Короче, дом Байореда, стокгольмский дом, был основан шведским художником-авангардистом Беном Горхэмом. И вот он через парфюмы, через парфюмерию выражает свои взгляды на искусство. Ну то есть для него парфюмерия это как искусство. Все ароматы этой марки, на мой взгляд, очень необычные, очень легкие. Немного, вот знаете, на первый взгляд какие-то, ну слишком простые, ну как вот мне показалось. Потому что сколько раз я подходила к этой марке, она меня никогда вот прям не, ну не завораживала. Меня привлекало, конечно, всегда их внешний вид. Очень красивые флаконы, очень лаконичные, минимализм, черно-белые, приятно сделаны, приятно держать в руках. Ну упаковка потрясающе красивая. Но вот самые ароматы, вот сказать, что мне прям вот захотелось их купить, у меня такого не было. Хотя я их пробовала, мне всегда нравился аромат тюльпан. Он мне напоминал о моей работе, когда я работала флористом. И вот по весне нам привозили много-много тюльпанов в коробках, и мы их чистили. И делали из них красивые цветочные композиции. И вот когда ты чистишь тюльпаны, когда вот они только-только срезаны, у них много вот этих на стебле, вот этих листьев, которые покрывают этот стебель. И вот эти слои, ты когда стещаешь, под этими слоями очень много земли. И вот я помню этот хруст, эта вот земля, и вот этот вот запах, запах этих стеблей вот с этой землей. И вот аромат тюльпан мне напомнил это время, это очень, конечно, прикольно. Я купила набор, потому что, да, у нас появились наборы, я решила все-таки познакомиться с маркой поближе, купила набор. Там было три набора с разными комбинациями, или два, я не помню, по-моему, два. Я купила набор, в котором был аромат бланш. Вот аромат бланш, я могу смело сказать, он будет у меня уже абсолютно точно, потому что это, конечно, сказка. Ну, дальше. Это потом. Вот такой набор, вот вы снимаете вот этот картон. Очень все приятно сделано, очень хорошая полиграфия, очень плотный, приятный картон. Там идет такая коробка, байреда, тут маленький логотип. И вот здесь мне очень нравится у них, я вам покажу, вот так выбиты названия. Ну, оформление очень красивое. Вот так. Оформление очень красивое, я уже вытащила свои флаконы. Тут было три флакона по 12 мл. То есть 12 мл это очень хороший такой объем, как мне кажется, вполне вам будет достаточно для ознакомления. И давайте я вам покажу, какие у меня в наборе были ароматы. У меня был балдафрик, у меня был бланш, из-за которого, собственно, я и взяла набор, и у меня была джипси-вотта. Давайте начнем, наверное, с джипси-вотта. Вот такой он. Очень красиво, кстати, сделаны вот эти колбочки. Такие они. Приятно, приятно их держать в руках, приятно их класть в сумку. Джипси-вотта. Я сначала думала, что он будет такой легкий, ненавязчивый. Он такой и есть. Но в нем есть магия, в нем есть колдовство. Вот не зря он называется джипси. Я обожаю джипси. Я люблю цыган, я люблю их культуру, я люблю их, ну, культуру, традиции, я люблю их образ жизни. Конечно, я, ну, понимаю, что нельзя так обогащать. Но вот я люблю фильмы Эмира Кустурица, Время цыган, Черная кошка, Белый кот. То есть они для меня, они меня вдохновляют. Они, ну, они веселые, они классные, харизма, авантюризм. Вот это вот все вот бурление, яркие краски. Ну, я люблю. Короче, джипси-вотта. Я ожидала от этого аромата, да, чего-то такого яркого, бурлящего. На деле аромат совсем не такой, но он колдовской. Вот в нем есть магия. Он очень, ладно, сделан. Он вот прям гладкий, вот как, если можно назвать, белый молочный шар. Абсолютно гладкий, очень красивый, который светится изнутри таким мягким, таким теплым светом. Вот аромат тоже такой теплый, обволакивающий, очень мягкий, без выпирающих углов. Он, вот он реально держится от начала и до конца вот такой молочной рекой. Вот он течет спокойно, тихо, обнимает вас нежно. Вот это такой аромат. У него приятная такая, ну, пирамида. Там и дерево, и еще что-то. Кому интересно, посмотрите, что я в нем слышу. Я слышу в нем миндаль, я слышу в нем марципаны. Знаете, марципаны такие, такой десерт из миндаля. Вот я очень люблю марципаны. Я, если мне выбрать, дать на выбор какие-то десерты, я все время возьму, наверное, марципановую свинку или марципановую, там, какую-то конфетку с марципаном. Я обожаю марципан, обожаю запах марципана. Мне уже само слово марципан очень нравится. Вот это вот мой марципанчик. Вот он реально пахнет для меня марципанами. Аромат очень уютный, аромат приятный. Аромат не напрягает, ни в коем случае как-то вас не отвлекает. Но держит вас в своих нежных объятиях вот весь день. Я носила его весь день, потом носила его на день рождения к своей подруге, и мне было приятно, что от меня так нежно, как-то ласково пахнет. Вот он вот реально такой нежный, ласковый, немножечко колдовской аромат. В нем очень приятно спится. Вот если я возьму себе когда-нибудь большую бутылочку, ну, большую, 50 миллилитров, скорее всего, то мне не нужно, мне его будет очень приятно носить именно на ночь. Вот ночной аромат, он, с ним спится просто потрясающе. Вот такая джипси-вода, такой вот у меня от него фидбэк, ощущение. Дальше, припси-вода, что тут у меня я сзади положила, буду сюда, наверное, складывать. Давайте, Балдафрик. Это самый вот из трех ароматов, самый такой мне не понравился он. Мне он понравился меньше всего. Он имеет место быть, ну, наверное, не в моей, не в моем парфюмерном шкафу. Мне в нем не нравится его немножечко химозность. Вот он химозный, африканский бал для меня это праздник, для меня это, ну, какие-то, ну, понятно, бубны, барабаны, бегемоты, обезьяны, жирафы и так далее. Для меня этого всего в нем нет. Ну, какой-то он, ну, не знаю, мне кажется, вот климат, в котором я сейчас живу и в котором я его пробовала носить, он как ни один другой подходит этому аромату. Он жаркий, он влажный. Но этот аромат, ну, на мне он не раскрывается должным образом, наверное, как это может быть. У него много поклонников, я знаю, он многим нравится. Ну, я, видимо, не вошла в их число. Здесь очень яркие ноты ананаса. Ну, опять повторюсь, ананас такой тут немножечко химический ананас. И очень много здесь для меня сахара, вот этой приторности. А ананас здесь, знаете, вот как, вот эти ананасы в сиропе, в таком очень сладком сахарном сиропе. У меня даже было такое ощущение, когда я его нанесла на руки первый раз, что у меня липкие руки. То есть по стечении какого-то времени мне хотелось пойти и вот, ну, реально помыть руки. Как-то вот мне это не нравится. Я его, наверное, честно носила раза три. Поливала на мою маму. Ну, вот как-то нас не тронуло, не зацепил. И последний аромат. Как вы уже все поняли, мой фаворит. Вот уже у меня столько осталось. Я как-то, честно говоря, берегу его, что мне вообще не свойственно. Потому что я, ну, если мне нравится аромат, я стараюсь им поливаться, поливаться, поливаться. Ну, вот здесь у меня прям как будто там какой-то драгоценный, и мне вот его потом будет очень сложно найти. Но аромат бланш. Аромат бланш, как гласит история, этот художник-авангардист создал именно Бен для своей жены, которая не очень любит парфюмерию, которая не любит духи, которая не любит благоухать чем-то таким парфюмированным. И вот он для нее создал этот аромат. Да, действительно, его очень сложно назвать парфюмом. Это что-то совсем другое. У меня никогда не было похожих парфюмов. Точнее, я вам вру. У меня был парфюм, по-моему, американская марка, назывался Clean. В таком матовом, белом, квадратном флакончике. Я его не могла носить. Он у меня стоял в моей, вот где я стираю, на машинке. Когда я стираю белье, а потом сушу их в сушке, я вытаскивала белье и опрыскивала их вот этим ароматом Clean. И он пах как прачечный. Он пах вот именно свежими, свежевыстиранными простынями. Вот что-то такое похожее. Да, у них есть вот этих ароматов. Но бланш, он совсем другой. Бланш – это не стиральный порошок для меня. Это не прачечный. Это ничего такого химического. Это просто запах чистоты, чистого тела, чистых волос. Знаете, вот бывает, пахнет так от волос, когда вы только помоете голову и вот так вот нюхаете. И вот волосы так пахнут очень свежо. Когда вы бежите, например, сквозь ледяной ветер куда-то. Когда вы заносите, вот, например, у меня такая яркая ассоциация с этим ароматом случилась, когда я жила у бабушки, она сушила белье на балконе. И она его приносила зимой, когда еще была, помните, зима, когда окна покрывались такими красивыми узорами. И вот она заносила это белье, и оно могло вот так стоять, как стена. И вот это вот белье морозное, оно пахло именно вот какой-то искрящейся, пронзительной, белоснежной чистотой. И вот так же пахнет этот аромат. Он пахнет как-то морозно, хрустко, свежо и очень чисто. Он просто потрясающий. К слову сказать, все ароматы Байреда, в том числе и Бланш, очень стойкие. Я была приятно удивлена. На мне, вот, например, Бланш держится от волос. Даже на следующий день, даже через день, когда я помою голову от чистых волос, от кожи, все равно я иногда ощущаю этот аромат Бланш. Думаю, господи, у меня как это дежавю. Это дежавю. Вот такой аромат, он восхитительный, он прекрасный, он великолепный. Он меня зацепил вот с первых минут, что бывает достаточно редко. И просто вот я заболела этим ароматом, как когда-то, наверное, заболела Шанелью номер пять. Вот так, вот как-то даже так. Он великолепный. Здесь очень красивые альдегидные ноты и цветы. И цветы здесь такие, знаете, которые летят на свежем ветру где-то. Такие полевые, полевые цветы под порывом ветра, которые отдают свои лепесточки. И эти лепестки летят, летят, летят в свежем ветре. Ну, такая вот какая-то у меня история получилась. На этом все. Пишите, какие ароматы Бланш вам нравятся. Конечно, я буду знакомиться дальше с маркой. Этот у меня флакон точно будет. Даже я бы взяла бы уже 100 миллилитров, потому что я знаю, что я точно его израсходую. Он прекрасен. На этом все. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока.